Отлично, я готова вам все рассказать, ничего скрывать не буду. Хорошо ли меня видно, слышно? Нажмите, пожалуйста, огонечек, кто меня слышит. Спасибо большое. Что-либо, конечно, очень сложно, если вы уже вот эту вот систему для себя как-то, ну, систему отслеживания наших книг как-то для себя уже определили. Итак, сегодня я представляю книги, которые мы успели сделать в июне. Их немало. И, как всегда, есть направление, которым мы посвятили больше времени. И у нас такой сложился пакет книг по определенным направлениям. Ну, в частности, сегодня расскажу о книгах по юриспруденции, менеджменту и маркетингу, экономике, педагогике. Педагогика – это как раз тот пул книг, который по этой отрасли у нас получился здорово. Журналистика будет, пара книг, медицина, история и информационные технологии. Кстати, тоже получилась очень и очень неплохая коллекция. Итак, начнем с экономики, как всегда, от сложного к простому, потому что мы все к концу вебинаров уже устаем. И сейчас вот одна из таких монографий, которые, ну, одна из самых знаковых книг этого июня. «Принципы структурирования и управления социально-экономическими системами». Поскольку в большинстве регионов России наблюдается устойчивая и непреодолимая тенденция к уменьшению численности населения, эта монография приобретает особую актуальность в связи с тем, что ее авторы предлагают ряд мероприятий, способствующих нивелированию негативных последствий подобных кризисных явлений. Ими рассмотрены ретроспективы формирования структуры цивилизации, ее отдельных стран, в том числе и России. Сформированы интересные предположения о том, что для увеличения устойчивости ее государственности целесообразно уменьшить степень социально-экономической дифференциации российских регионов путем трансформации структуры экономики в направлении большей инновационности и уменьшения подавляющей степени доминирования Москвы. Но в том числе и за счет возможного перенесения столицы вглубь страны. Так что скоро Москва будет большая окраина. Ну, по крайней мере, авторы, видимо, на это надеются. Следующая книга тоже из экономической области, но это «Бухучет». «Бухгалтерский учет. Учебно-практическое пособие». Оно предназначено для обучающихся по специальности экономикой «Бухучет» среднего профессионального образования студентов-бакалавров в направлении экономика, экономика и управления. Будет полезно для слушателей кратких бухгалтерских курсов, в том числе курсов на основе 1С «Бухгалтерия», начинающих бухгалтеров и лиц, которые интересуются бухгалтерским учетом. Учебный материал пособия сгруппирован по темам курса и состоит из лабораторных заданий, позволяющих последовательно накапливать знания и вырабатывать умения и навыки учетных работ. Вот такая вот интересная книга по «Бухучету» получилась. Следующая наша область – это юриспруденция, производство по обращениям граждан, учебно-методическое пособие для магистров. Содержащийся в этом пособии курс лекций и разнообразные практические и творческие задания, основанные на действующем законодательстве и устоявшейся судебной практике позволят обучающимся в полном объеме освоить курс дисциплины производства по обращениям граждан и обладеть соответствующими компетенциями. Это пособие рекомендовано для магистров и преподавателей дисциплины производства по обращениям граждан, административное право, административный процесс, административная ответственность, подойдет оно для научных и практических работников, широкого круга читателей, почему нет, всех тех, кто интересуется проблемами административного права. Следующая пара книг – это… Ну, пока начнем с одной. «Менеджмент и маркетинг. Основа международного менеджмента и маркетинга. Учебное пособие». Ну, главная задача этого пособия – научить будущих экономистов практическим навыкам и современным методикам работы на внешних рынках. Материал здесь излагается в компактной форме с использованием логических таблиц, схем, рисунков. Ну, коллектив авторов надеется, что это учебное пособие будет полезно студентам и преподавателям, всем тем, кто изучает мировую экономику международные экономические отношения. Вообще у нас сложилась отличная команда из авторов, которые пишут вот по этой тематике, в том числе и вот Ольга Шибкова, и Ольга Шатаева. Ну, совершенно замечательная команда, у нас много книг, поэтому если вам эта тема близка, посмотрите, пожалуйста, еще и по автору. Там действительно есть из чего выбирать. Следующее направление – это вот как раз информационные технологии. По ним у нас получилось, ну, так, много книг, и они все, конечно, замечательные, потрясающие. Например, начну с инженерной компьютерной графики. Инженерная компьютерная графика в AutoCAD – это учебно-методическое пособие. В это издание вошел современный курс инженерной графики, который основан на базе наиболее эффективного и популярного графического редактора Autodesk и AutoCAD. Эффективные задания, подробные методические рекомендации помогут обучающимся в успешном освоении дисциплины инженерная графика. Это учебное пособие универсально, адресовано оно студентам всех технических специальностей, изучающих вот ту дисциплину, которую я назвала инженерная графика. Так что это большая редкость, когда книга вот берет такую узкую тему и настолько полно ее раскрывает. Следующая книга из области информационных технологий «Основы построения баз данных». Это учебное пособие. Оно предназначено для студентов технических вузов. Ну, как и большинство книг по этому направлению, которые мы выпускаем. Большая редкость, когда мы беремся за какую-то такую широкую тему. Ну, и такое, конечно, бывает. Наша изюминка в том, что мы любим вот такие редкости. Это учебное пособие не только для студентов, оно и для аспирантов и лиц, изучающих основные принципы и этапы разработки баз данных по любой предметной области. Ну, цель этого пособия развития и закрепления навыков грамотной разработки базы данных на всех этапах ее создания. Следующая книга – это «Монография». Теоретическое и методическое обеспечение мониторинга социально-экономических систем с применением хранилищ данных в технологии ОЛЭП. Монография. В настоящее время существует актуальная проблема создания качественно новых информационно-аналитических систем, предназначенных для разработки управляющих действий на основе комплексного анализа оперативных ситуаций и прогнозирования их развития в интересах формирования и реализации оптимальных режимов управления. Авторы этой монографии показывают и доказывают, что хранилища данных и технология ОЛЭП, это интерактивная аналитическая обработка, являются мощным инструментом для разработки систем информационного обеспечения, мониторинга социально-экономических систем. В общем, книга очень-очень значимая в этой области. Я ее рекомендую. Следующее тоже информационные технологии. Интернет-технологии. Оцифровка бумажных и иных информационных носителей. Задание и методические рекомендации. Это, соответственно, методическое пособие. Его мы рекомендуем студентам экономических специальностей, менеджерам, маркетологам, социологам и всем, кто хочет познакомиться с методиками решения практических задач по дисциплинам информатика или информационной технологии. Но спектр задач, представленных в этом пособии, достаточно объемен. Он охватывает многие сферы нашей жизни. Использование электронной почты, рынок недвижимости, транспортные задачи и так далее, и так далее, и так далее. В общем, получилась очень-очень такая объемная вещь. Следующая книга. Учебно-методическое пособие. Компьютерная геометрия и графика. Задания и методические рекомендации. Студентам всех технических специальностей будет полезно это пособие. В него вошли наиболее эффективные задания и подробные методические рекомендации по созданию растровых рисунков и векторных чертежей в рамках дисциплины компьютерная геометрия и графика. Автор этого пособия предлагает основные принципы и методы геометрического моделирования и методологии разработки графических документов. В общем, кто в теме, я думаю, тот оценит вообще вот в целом этот пакет книг по информационным технологиям. Следующая книга – это «Монография. Повышение эффективности системы поддержки принятия решений на основе многомерных хранилищ данных». Ну, высокое качество принятия решений при анализе сложных проблем, связанных с обработкой больших объемов информации, трудно достигнуть без привлечения средств вычислительной техники. Ну, мы уже даже писать ручками не можем, да, все время печатаем. Что касается обработки какой-то информации больших объемов, то это бесполезно. Так вот, авторы этой монографии разработали модели и алгоритмы для методики построения адаптивных современных систем поддержки принятия решений, которые способны обеспечить эффективность их использования, заключающиеся в увеличении количества обрабатываемых в единицу времени запросов за счет адаптации внутренней структуры. То есть, чем больше мы туда загружаем, тем это все быстрее должно работать. Научная новизна проведенных исследований имеет существенное значение для выполнения требований по увеличению быстродействия систем поддержки принятия решений в различных отраслях промышленности и народного хозяйства. Вот зачем нужна эта книга. Следующая книга – это уже область математическая, математический анализ, алгебра, учебно-методическое пособие в двух частях, начало анализа, теория пределов. Будет еще вторая часть, но, скорее всего, я о ней расскажу только осенью. В этом пособии будет интересно, конечно, оно студентам-первокурсникам, потому что эта дисциплина изучается именно на первых курсах. Студентам-первокурсникам, которые начинают изучать теорию математического анализа и сталкиваются с трудностями в плане понимания этого раздела высшей математики. Кроме того, это пособие будет интересным и магистрантам, и аспирантам, и инженерам, желающим восстановить свои знания в этой области. Как я уже сказала, это такой самый первый этап, с которого все начинают. Издание это посвящено основным методам вычисления пределов различных функций в точке. В начале каждого раздела приводятся теоретические сведения, затем разбирается довольно большое количество примеров, после которых предлагаются задачи для самостоятельного решения с ответами. Это значительно упрощает усвоение материала. Так что это очень важно. Вот если бы я увидела книгу без ответов, боюсь, что я бы ее не приобрела. А здесь они есть, друзья, рекомендую. Следующая книга тоже из этой области – «Основы линейной алгебры». Но это уже практикум. Математическое образование, конечно, всегда являлось важнейшей составляющей фундаментальной подготовки специалистов. И вот это издание, которое мы вам представляем, окажет неоценимую помощь в изучении основ линейной алгебры. Краткие теоретические сведения, необходимые для решения задач, методические указания с теоретическими вопросами, подробно разобранные упражнения и набор заданий трех уровней сложности – все это позволит реализовать дифференцированный подход в обучении. И каждый студент сможет решать задания доступного ему уровня сложности. Ну и, конечно, подтягиваться под более-более трудные задачи. Здесь также предложены контрольные работы, расчетные задания. Вы знаете, что редкая книга, редкий практикум, пособия у нас выходят без какой-то практической части. И эта книга не исключение, тем более она и называется практикум. Поэтому вот хоть отбавляя здесь именно задач и заданий. Следующая книга – это уже область физики. Вообще, конечно, вот этим тандемом я восхищена. Первая книга о шаровой молнии, она разлетелась практически по всем библиотекам. Действительно, там собрана информация, которая иногда попадается нам на глаза, там кого-то ударило молнией под деревом и так далее. А здесь люди подошли не просто к сбору информации вот таких случаев, но и к какому-то объяснению, советам, рекомендациям. В общем, книга была потрясающая. А сейчас немного другая область, но все это молнии, все это страшно и страшно интересно. Этюды о грозе. Огни святого эльма, свечение воронок с мерчей, разные молнии. Это монография. Что вам о ней подробнее рассказать? Здесь авторы попробуют разобраться с такими малоизученными природными феноменами, как огни святого эльма. Ну, соответственно, и молнии, и свечение воронок с мерчей, они приводят описание очевидцев. То, о чем я говорила. Очень интересные такие впечатления людей, которые все это дело видели. Сравнивают их с уже известными по официальным изданиям, энциклопедиям, учебникам и делают соответствующие выводы. В общем, книга очень-очень интересна. А если эта область вообще вам близка, то я думаю, что она должна быть у вас на полке. Следующая книга – это «Учебник для вузов. Промышленные издания». Вообще, друзья, если кто ходит постоянно на наши вебинары по книгам, может быть, вы уже заметили, у нас очень часто авторские тандемы, встречающиеся авторские тандемы, они как-то все выпускают все книги на постоянной основе. И вот этот тандем – это «Отец и сын», «Шубины», они выпускают в области строительства, архитектуры совершенно потрясающие вещи. Предыдущая книга была о противородоновой защите. Такая большая редкость. Оказывается, что специалистам остро не хватало вот такой информации. И сейчас новая книга – «Промышленные издания». Промышленные издания и сооружения всегда составляли неотъемлемую часть архитектурно-промышленной среды. То, где мы сейчас с вами живем. В этой связи учебник для вузов, который мы вам предлагаем, будет востребован как у студентов строительных специальностей, так и у состоявшихся специалистов. Это именно то, о чем я говорила. То есть эти книги не только для того, чтобы научиться, эти книги для того, чтобы они постоянно использовались, постоянно к ним обращались. Авторы этой книги поэтапно излагают общие принципы проектирования промышленных зданий и их конструктивных элементов. Издание это снабжено, как и все книги этих авторов, такая специальность, такое направление. Без рисунков, схемы это просто невозможно сделать. Иллюстративный материал – это и рисунки, и чертежи, и схемы. И это, конечно, в значительной мере помогает при обучении. То есть эти книги всегда с богатым иллюстративным материалом. Следующая книга. Вот так мы перепрыгиваем на медицину. «Учебное пособие. Практические навыки в хирургии». Вы знаете, что мы медицину берем редко, но для нас тоже эта область очень значима. И книги в этой области мы тщательно отбираем для публикаций, для изданий. И вот это учебное пособие, оно, на наш взгляд, очень важное. Это книга из разряда тех, которые должны стать настольной книгой. Настольной книгой у всех, кто учится в медицинских колледжах и у студентов, которые получают высшее медицинское образование. Авторы этого учебного пособия, опираясь на современные знания о патогенезе, диагностике и лечении хирургических заболеваний, представляют широкий набор практических навыков с подробным описанием их технического выполнения. Разумеется, иллюстрации. Разумеется, такое пособие не может быть без них. И, как и все вспомогательные вот такие вещи, оно помогает в усвоении материала. Следующая книга – это «Физическая культура». Вообще по «Физической культуре» у нас не так много изданий, но действительно то, что мы выбираем, оно востребованное. Изданий не только у нас их немного. В принципе, по «Физической культуре» кажется, что такое направление, там особо нечего изучать. На самом деле это не так. Вот учебно-методическое пособие «Основы теории и методики воспитания двигательных способностей обучающихся». Вот из разряда тех, которые должны быть рекомендованы к прочтению, к изучению. Это 100%. В этом учебном методическом пособии в формате курса лекций по теории и методике физической культуры представлены теоретические и методические основания направленного использования ценностей физической культуры в отношении воспитания двигательных качеств и обучения двигательным действием, а также связанных с ними личностных потребностей и способностей. Это пособие адресуется обучающимся образовательных организаций физкультурного профиля, системой высшего и среднего профессионального образования, а также всем для практических занятий работникам различных образовательных организаций, всем тем, кто реализует программы физкультурного образования и спортивной тренировки. В общем, это такое одно из новых пособий, которое дает современный взгляд, современные методы, очень много устаревает даже в таком направлении, как физическая культура. Иностранные языки. Получается, у нас в этом году иностранный язык вышел чуть ли не на первое место по количеству изданных книг. И все они не просто стандартная грамматика и практика, нет, они все, большинство из них, подавляющее большинство, они посвящены каким-то узким темам. Вот обратите внимание на те книги, которые я сегодня представлю. Первая пара книг – это группа авторов, тоже уже состоявшиеся. Реляционные, семантические, наполненные грамматические категории, значения и формы на материале немецкого языка. Сегодня я вам расскажу не только про немецкий, обратите на это внимание. И второе пособие – значения и категории, ориентированные на выражение синтаксических и несинтаксических грамматических единиц. Проблема аналогии и аномалия. Эти пособия сформируют у обучающихся базовые компетенции и навыки владения и распознавания иностранной речи. Они содержат основной теоретический материал по грамматике немецкого языка и предназначены для комплексной работы над немецкой грамматикой по морфологии и синтаксису. Ну, этот комментарий приемлем к обоим пособиям. И я думаю, что не стоит уже обращать внимание, на ваше внимание, на то, что для студентов средних профессиональных образовательных учреждений у нас даже выработана определенная обложка, вы видите, для ИСПО, и учебное пособие, которое пригодится и для высшего образования. Следующая книга тоже из области иностранных языков. И вот, например, обращайте внимание, «Дорожно-строительные специальности. Концептуально-терминологический аспект изучения дорожно-строительных специальностей. Учебное пособие. И оно языковое». Пособие – это ориентировано на тех лиц, которые имеют уже базовую подготовку по английскому языку и овладели лексическими и грамматическими минимумами. Это логично, да, потому что без этого какое-то специализированное преподавание языка просто невозможно. Здесь раскрыта специфика содержания учебных дисциплин иностранный язык в профессиональной сфере, профессиональная коммуникация на иностранном языке. Издание это предназначено для бакалавров в направлении подготовки технологии транспортных процессов, эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. Вот такое интересное пособие. Следующее пособие – это уже для среднего профессионального образования английский язык для автомобилестроительных специальностей. Это пособие предназначено для обучающихся СПО по направлениям подготовки автомобилей и тракторостроения, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. В нем раскрыта специфика тех же учебных дисциплин, как и в предыдущем пособии. Так что такие довольно узкие, связанные с транспортом и автомобилестроением, темы на английском языке. Еще один язык, который мы успели сделать в июне – это французский. Я уже показывала книгу первую часть «Французский язык». Это у нас уже вторая часть «Морфология», это учебное пособие. Сюда вошла «Морфология». Это такой раздел, в котором рассматриваются части речи французского языка, аналогичные практически со всеми частями речи русского. Существительное, прилагательное, глагол, наречие, местоимение и так далее. Адресовано это пособие не только тем, кто обучается в средних профессиональных образовательных учреждениях, но и школьникам старших классов, всем тем, кто хочет восстановить в память полученные ранее теоретические знания, чтобы как-то активизировать свою устную речь. В общем, такое очень интересное пособие, и мы с нетерпением ждем третью часть. Переходя к филологии и лингвистике, я пишу направления и специальности, чтобы как-то обобщить и привязать книги, сгруппировать их для того, чтобы вам было легче. И может быть не совсем точное попадание, но тем не менее это какие-то смежные направления, которые, если вам интересны, то вы и на эту книгу должны обратить внимание. Это такой небольшой мой комментарий к тому, что может не совсем точно попасть в направление, привязанное к книге. История русского языка, историческая грамматика. Это учебное пособие с упражнениями, тестами и контрольными заданиями. Оно предназначено для студентов и магистрантов в профиле и направлении образовательных программ филология, педагогическое образование. Включает все изучаемые разделы первой части курса «История русского языка». Помогает выявить общие закономерности и тенденции развития системы русского языка во всей совокупности форм его существования, знания которых помогают правильно интерпретировать как системные явления, так и отклонения от нормы в современном русском языке. В общем, такое хорошее, качественное, добротное пособие. Следующая книга – это лингвокультурологический словарь заимствований современного русского языка. Просто свежак. 20-й год. Это конец исследования. И это только первая часть. Я не знаю, что изменилось за полгода, которое прошло. Видимо, заимствую еще на один том. Эту книгу я вам готова показать. Вот такая она внушительная, совершенно потрясающая. Потрясающая, и она уже пользуется спросом, что нас не может не радовать. Более того, Татьяна Голикова – наш постоянный автор и пишет совершенно уникальные словари, а это в наше время редкость. Все помнят только Даля и же с ним. На самом деле сейчас есть люди, которые все это изучают и составляют словари. То есть такая вот работа, это направление сохраняется. Здесь чуть подробнее расскажу, что здесь есть. Здесь собрана новейшая неологическая лексика за десятилетия последние. Она еще не зафиксирована официальными словарями. Полторы тысячи лексем и выражений, иллюстративный материал из современных средств массовой информации, речи пользователей интернета, все это делает это издание актуальным, и мы надеемся, что очень востребовано. Ну, мы уже видим, что оно востребованное, поэтому то, что мы попали в точку, это не может не радовать. Адресовано оно, разумеется, филологам, журналистам, социологам, культурологам, всем, кто интересуется изменениями, происходящими в русском языке в нашей повседневной жизни. Вот прямо сейчас. Следующее учебное пособие – это мы уже переходим к журналистике. есть у нас пара книг, которая вышла в июне. «Новейшая история российской журналистики» 90-е и 2010-е годы. Это учебные пособия. Его я тоже вам готова показать. Вот оно. Тоже такого же большого формата. Тоже книга очень такая объемная получилась. По своей сути, она одновременно, исторично и современно охватывает. Почему? Потому что охватывает процессы и события с момента распада СССР по 2010 год включительно. В издании рассматриваются основные этапы и особенности развития отечественной журналистики. Для преподавателей, студентов высших учебных заведений, всех тех, кто изучает историю российской журналистики, вот для них это пособие. Еще одна книга из области журналистики. Обожаемый мною автор Александр Александрович Бобров. Очень интересная история получилась с этой книгой. Александр Александрович выдал мне ее со словами «Все. Это конец моего творческого пути». Я вот хочу именно ею закончить. Собрал все лекции для будущих журналистов. Он активно преподает. И вот, значит, выдал нам эту книгу. Ну, что я могу сказать? Пугачева тоже говорила, что петь не будет. Поэтому я надеюсь, что Александр Александрович передумает. И через год мы получим еще одну книгу. Мы сотрудничаем уже 10 лет. И каждый год происходит одно и то же. Конец творческого пути выливается в новые-новые пособия. Поэтому я желаю ему творческих успехов. А вам показываю книгу. Кстати, для этой книги ребята, которые учатся у Боброва, рисовали обложку. Вот поэтому так она выделяется из всех наших традиционных, может быть, где-то даже академических обложек. Но не суть. Перейдем к книге. «Мастерство сценариста и телепублициста. Конспект лекций для будущих тележурналистов». Ну, еще один момент. В нашем издательстве уже выходила книга Александра Александровича. И вот тоже по азам журналистики, тоже совершенно потрясающе. А это конспект лекций для будущих тележурналистов. Это издание поможет студентам журфака осмыслить процесс написания сценария и его реализации. Понять, какие профессиональные требования к ним предъявляются, особенно к публицистике. А главное – получить теоретические знания по предметам сценарное мастерство и телевизионная публицистика. Разумеется, оно адресуется студентам-очникам, ну, кстати, и заочникам направления телевидения и радиовещания, а также всем, кто изучает курс «Основы творческой деятельности журналиста». Вот такое вот пособие получилось. Очень-очень интересное оно тем, что человек рассказывает вещи не просто вот там в теории, а вот практические, те, которые можно и нужно применять вот здесь и сейчас. Так что книга получилась потрясающая, мы ее долго ждали, и вот она, наконец. И переходим к полупедагогике. Организация внеурочной деятельности школьников в медиаобразовательном и музееведческом контексте. Это монография. Вообще чуть отвлекусь и скажу, что обратите внимание на книги, которые входят вот в полупедагогический книг, представленных нами в июне. Они все затрагивают какие-то области где-то еще не то, что не изученные. Да, они есть, но материала очень мало, и они узкие, не общие. В общем, получилась очень хорошая подборка. Обратите на это внимание. И сразу перейду к этой книге. В этом издании рассматривается актуальная проблема организации внеурочной деятельности школьников и молодежи. Авторами этой монографии предпринята попытка охарактеризовать теоретические, исторические, методические и практические аспекты организации внеурочной деятельности в работе со школьниками и с молодежью на материале произведений медиакультуры, средствами музейной педагогики. Монография эта будет полезна, разумеется, учителям, работникам социокультурной сферы, студентам, аспирантам и всем, кто интересуется проблемами образования. Я вчера смотрела на эту обложку и понимала, что это кошмар любого родителя. Ребенок в компьютере. Цифровые технологии в дошкольном образовании. Еще и в таком возрасте. Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов. Эта работа посвящена актуальному вопросу подготовки педагогической общественности к разработке и применению информационных и коммуникационных технологий в системе дошкольного образования. Новизна данной монографии заключается в изучении проблем и формировании информационных, информационно-коммуникационных технологий этих компетентностей будущих педагогов дошкольных образовательных учреждений в процессе трансдисциплинарного образования. Монография эта адресована научно-педагогическим и педагогическим работникам сферы образования и студентам, которые обучаются на педагогических направлениях подготовки. Ну, наверное, вот в целом это так. Следующая книга тоже из области педагогики. Причем «Основы проектной деятельности. Учебное пособие для обучающихся в системе ИСПО». Один из самых успешных проектов. И неудивительно, что сейчас выходит уже второе издание. Вот то, что я вам представляю, это именно второе издание этого пособия. Совершенно замечательный автор Борис Рубимович Мандель, кандидат педагогических наук, профессор Российской Академии естествознания. В общем, у нас масса книг Бориса Рубимовича, и все они пользуются спросом, а эта книга особенно. Пособие это на практическом уровне поможет учащимся овладеть умением выбирать адекватные стоящие задачи, средства, принимать решения в ситуациях неопределенности. Молодые люди получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, к поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. Учебное пособие-то адресовано преподавателям и всем, кто обучается в системе среднего профессионального образования. Следующая книга тоже педагогическая. Методика предшкольной подготовки. Учебно-методическое пособие. Это пособие обеспечивает подготовку студентов, обучающихся по направлению педагогических специальностей, к выполнению профессиональных задач и видов деятельности по методическому сопровождению образовательного процесса и реализации образовательных программ предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста. Вот такое учебно-методическое пособие. Оно небольшого объема, но довольно значимое. Следующая книга. «Готовность бакалавра преодолевать влияние стереотипов межкультурной коммуникации». Монография. Мы наблюдаем смешение культур, национальности в образовательных учреждениях, в образовательных процессах. Это момент очень важный. Он не спорный, он естественный. И то, как реагируют педагоги, как должны реагировать, вот вкратце содержится в этой книге. Она посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме готовности бакалавра преодолевать вот эти стереотипы. Автором в результате теоретико-методологического анализа научных работ были выявлены существенные характеристики, сущностные характеристики и содержание категории. Вот этой категории «Готовность преодоления личностью влияние стереотипов межкультурной коммуникации профессиональной сферы». Это достижение взаимного понимания, заинтересованность при тех культурных различиях за счет получения знаний особенностей национальной культуры, характерных национальных черт, обычаев, традиций, правил, норм поведения партнеров по коммуникации. В общем, эта книга – это важная и нужная, и таких вещей еще не было. Это издание, конечно, будет полезно и научным работникам, и педагогам, и студентам вузов. Так что книга, которая действительно дождалась своего часа. И пара книг по истории. Это мы уже перешли к таким легким, гуманитарным, приятным дисциплинам. «История России в схемах. Учебное пособие». Да, много-много присыщено на рынке, очень много и в печатном, и в электронном виде учебно-методической литературы, и по истории в частности. Это и пособия, и справочники, и какие-то картографические практикумы. А вот учебные схемы с использованием условной графики встретить довольно затруднительно. Поэтому в нашем издательстве вышла вот эта новинка. Так называемый графический учебник. Он содержит обобщающие блоки по четырем периодам истории России. 57 схем с текстами и заданиями к ним. Иллюстративный материал богатейший. Спрос на эту книгу уже есть, хотя мы только-только ждем первый тираж ее. Иллюстративный материал этого издания, конечно, в значительной мере облегчает обучение, как и любой иллюстративный материал. Это адресовано преподавателям и учащимся основной и средней школы. Большая редкость, что мы делаем книги для учащихся школ. Но они есть. И, как правило, они такие, которыми могут пользоваться абсолютно все. В частности, вот этим учебным пособием совершенно спокойно можно самостоятельно готовиться к ОГЭ, к ЕГЭ по истории. Вот я на своей дочери в следующем году и проверю. И еще одна книга по истории. «Наполеон против Суборова». Автор наш постоянный Вячеслав Литтуновский. Он российский бизнес-тренер. В первую очередь, это книга для любителей военной истории. Но она, безусловно, будет полезна и всем тем, кто развивает какие-то навыки стратегического анализа. И это достаточно широкий круг читателей. Руководители всех уровней. Топ-менеджеры, юристы, какие-то коучи. Все те, кто помогает своим клиентам выстроить стратегии достижения цели, как на работе, так и в жизни. В общем, такая очень объемная книга, которая распространяется на очень широкий круг. Людей в ней замешанных. Это и преподаватели, и игры, и практики. И, конечно, просто люди, заинтересованные в своем саморазвитии, овладении стратегией достижения победы. Такая мотивационная книжечка. Ну, как книжечка? Объемная получилась. В издании содержатся конкретные ситуации для военно-деловых игр и развития стратегического менеджмента. Ну, пожалуй, вот это вот суть этой книги. Иллюстративный материал богатейший, дополняет наглядной информацией, то есть там все понятно, все доступным языком написано. Ну, не случайно мы взялись и за эту книгу Вячеслава Литуновского, предыдущие его книги. Да, они все успешны, поэтому и эта мотивационная литература для нас оказалась важна. Друзья, ну, пожалуй, все. Вот так неожиданно я закончила рассказывать вам о новинках июня. Напоминаю, что наше издательство оперативно выкладывает все на наших ресурсах, на нашем сайте directmedia.ru. Помните, что у нас есть не только книги, у нас есть и аудиокниги, и электронные, и бумага. Ну, в общем, полный фарш. Так что все, чем вы пользуетесь, все это есть на наших сайтах. Не забывайте нас этим летом, приходите на наш сайт, смотрите, какие новинки мы выпускаем. И о них я вам расскажу уже осенью на вебинаре, посвященном новинкам издательства Direct Media. Если у вас вопросов нет, я желаю нам всем хорошего отдыха, прощаюсь с вами до осени и хорошего дня. Спасибо. Спасибо.